а здрасьте друзья всем привет уленьки мы продолжаем city skylights и что-то у нас как-то очень много смертей в нашем городе прям очень много люди а чё не так и он потиху пропадает ну и ладно в общем то у нас есть тут полностью заселенные полностью обустроенные райончики единственно посмотреть что у нас на ферме происходит вроде бы все нормально нужны работники и он прокачается до следующего левела так что все норм здесь у нас выгоревший парк потому что романы что-то романоч короче любит поразвлекаться он тоже прокачан уже до пятого уровня кстати парк развлечений наш он уже на 5 уровень прокачен нет он еще на 5 уровень не прокачен и надо его качать самому развлекательная ценность до следующего уровня надо короче что-то еще сюда строить правда место здесь не так много на самом деле еще мы кстати кэмпус поставили в прошлый раз начата на него мало места возможно имеет смысл его перенести в другое место а здесь просто тупо заселить любить людишечками потому что мы в прошлый раз поставили еще такой вот район обустроек а хер это на иероглифах но да ладно в общем то да надо переименовать эти районы сейчас я открою youtube чик чтобы прям не ошибиться посмотрю как будут называться эти районы значится общий район будет называться в честь кости замата его который является спонсором канала чем уже довольно таки давно три месяца что-то как-то я ладно все молчу надеюсь дружище ты не обидишься заматаевский заматаевский замата и опять неправильно писал микрорайон заматаевский пола вполне себе название для микрорайона также здесь у нас будет парк который мы назовем знаете в честь кого честь алексея филимошкина правда я не знаю как правильно обозвать филимошевский парк будет или мошевский парк вот так вот и еще кстати у нас есть выделенная зона для этих самых лесозаготовительной промышленности тут есть у нас еще один алексей алексей приходько черт ну как этот микрорайон назвать знаешь тебя ник на самом деле английском языке поэтому мы просто напишем как ник тоже добавим ink типа incorporated или industries давайте industries приходько с industries вроде бы я правильно писал в общем-то будет вот так вот так что нормально нормально да вот соответственно сюда надо подвести электричество электричество у нас здесь и есть если что в особо сильно подводить не надо надо подвести воду а воду мы подвели прошлый раз тоже замечательно так все надо тогда развлекаться начинать давайте это у нас будет туристический район поставим политику поток туристов промышленность 40 это у нас что такое защита дельфинов представляете что тут есть воздушные экскурсии и это не интересно еще по услугам давайте еще внесем легализацию легких наркотиков тоже знаете ли для туристов еще парки оздоровительные зоны можно тоже в принципе будет такой вот элитный район до налогообложению мы ничего ставить не будем вот такие вот политики мы решили сюда всунуть так вырубить пожалуйста вот это соответственно что нам надо в этом районе нам надо разумеется некоторые жилые зоны а еще друзья на побережье мы поставим деловые зоны вроде как с туризмом это должны быть у нас отели но не факт короче здесь вот будет деловая зона вот такие вот отельчики а вот эти вот кварталы у нас будут жилыми пока что поставим 4 штучки и да в них нет электричества сейчас мы его им подведем с этой стороны его просто нету давайте вот сюда наверно мы подведем можно даже время ускорить нас пошли работать то банкинг customer service не похоже это на отели вроде как что-то как-то можно было куда политику включить но я точно не знаю я в этом не разбираюсь там такие красивые стекляшки потом появляются ладно все равно деловая зона нам нужно поэтому пускай будет еще кстати можно всунуть высокотехнологичные дома но не знаю не знаю элитный район ладно пофигу на самом деле пускай застраивается именно так может быть потом это превратится все дело в стекляшки когда придет время пока вот это вот все застраивается а да нужна же еще здесь и коммерция коммерцию наверно имеет смысл вот здесь вокруг пустить или вокруг проспекта тогда здесь будут пробки ладно подумаем потом с этим что-нибудь давайте также так как у нас есть потребность в промышленной деловой зоне начнем размечать потиху нашу промышленную эту лесодобывающую скажем так штуку да тут вместо не хватает этому района главное здание лесного хозяйства вот давайте мы его вот здесь прямо на въезде и всунем соответственно доступна стала лесопилка маленькой плантации деревья маленький склад бревен давайте все это в принципе и всунем раз нам это доступно ожидаемая производительность 4 и 6 в неделю 48 в неделю понятно так пар халфа ферма достигла пятого уровня сейчас мы к ней вернемся ладно ставим это сюда здесь не очень много конечно бревен лесопилку обязательно ставим который это будет перерабатывать и склад вот пока что на первом этапе это будет выглядеть именно так больше нам ничего не доступно только заборы электричество надо сюда подвести временно в общем-то сделаем вот так потом будем смотреть по обстоятельствам какая-то разметка здесь все равно должна будет быть так пускай работают бумагу можно будет делать представляете вот так вот классно в общем-то пускай они развлекаются переместимся к ферме халфа фермы это наше любимое занятие на канале она у нас теперь тут 5 уровня в чем твоя проблема недостаточно покупателей товаров так иди ищите покупателей отвези куда-нибудь свой товар ваша там импорт идет нахер вы ладно все я молчу нас интересует ферма и теперь нам доступно большое посевное поле насколько ты бы охрени ты большое его можно вот сюда вот всунуть это большое поле еще большой фруктовый сад на тоже все ним а еще нам стало доступно большое пастбище для скота и вот мы его сюда уже не всунем придется эти дорожки сносить черт что у меня с мышкой сегодня эти дорожки мы сносим ставим сюда большое пастбище для скота вот так вот мельница нам доступна загон это у нас уже все есть доильный зал скотобойня ангар это все понятно в общем то мы поставили все что можно было поставить и отлично пускай в общем-то развлекаются вот такая вот у нас ферма в итоге получилось овцы давайте коровки коровки всему голова вас тут везде недостаточно покупателей товаров хлопок яблоки пускай будет так как есть хранилище стопроцентная заполненность опаньки а в амбарах тоже все заполнено нужно еще хранилище так понимаю это я хорошо что посмотрел давайте всунем большой зерновой элеватор смотрите давайте даже может быть их два поставим запиху его сюда и сюда и анбар тоже большой еще два амбара поставим больших пускай будут тут я здесь мусор скопился ах ты бедолажечка разберешься как-нибудь короче ферма у нас закончена и с этим все прекрасно но люди домики бросают люди умирают да что с вами не так чего вы умираете кладбище мест дохренище ладно то что вы умираете это не самая большая проблема почему не работают катафалки никаких пробок ничего нету вам еще один крематорий поставить есть тут крематорий тут есть крематорий всех зеленый всем дотягивается давайте еще один суню вот сюда пускай работает больше катафалков но возвращаемся к нашему новому району здесь уже пошли йог макарек беда друзья хочется сначала его заселить полностью happy face travel agency поняла ладно хочется сначала его полностью заселить а потом уже инфраструктуру какую-то делать поэтому давайте продолжать его заселять то этот центр я трогать пока что не буду въезд не знаю что здесь будет а вот эти вот кривые райончики мы пожалуй по заселяем как-то вот так вот это все у нас будет здесь будут и маленькие домики какие-то но потому что район кривой да не получится сделать прям идеальную застройку мы такое тоже любим не переживайте будет красиво все будет по фэншую вот а вот здесь вот можно сделать коммерцию и даже может быть даже высокой плотности вот так вот так 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 стоп 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 игра стираем потому что выделилась она не с той стороны надо просто так вот клеточки закрасить да и все и не париться а дальше уже строим я думаю вот столько им хватит на начало к развлекаются конечно тоже пойдет гигантский трафик блин почему люди такая смертность яного знает и расходить в главный парк до того как он стал главным а теперь чё ты там напишешь падла теперь там народу развелось ну что поделать народу много но потому что парк посмотрите какой классный вот кстати когда уже земля это вся очистилась того как выгорело тут с этими деревьями действительно стало красиво но и да народу тут много так это же хорошо есть даже какие-то доходы посетители уже 60 тысяч людишечек прекрасно мы возвращаемся к нашему райончику нового новоиспеченному району он потихоньку застраивается с ним тоже все прекрасно вообще можно кстати уже подумать о инфраструктуре я бы хотел ее расположить вот вдоль вот этих вот дорог весь вот в этом вот квартале сделать все здесь инфраструктурная до мозга костей разумеется да только не дотягивается тут ничего но тут народа будет жить довольно много поэтому тут одной двумя школами мы не обойдемся это прям точно давайте сделаем вот здесь вот школу вот здесь вот школу начальная вот здесь вот начальную школу и вот черт отключу батарейки мышка села и сигнал блютуза не дотягивается короче вот здесь у нас будут школы счет за учебный год вот это кстати интересно к вот это вот дело закройся пожалуйста ладно труды плюс один студенты плюс 375 привлекательность плюс 150 получен новый уровень репутации не получен доступно на новом году репутации общежития университета центр клуб мини-футбола читальный зал юридический факультет так это у нас уже по моему было все до научных работ за гранты устройство может создать игры на основе ключевых слов мега клетка прикольно да кстати раз у нас завершена работа наверно имеет смысл какую-то новую работу и запихнуть студенческая медстраховка давайте всунем бесплатные обеды приглашенные ученые и всеобщее образование а вот так вот соответственно давайте еще комнате открытия 50 тысяч дадим грант преподавательский состав можно кстати его всунуть пускай это будет стоить денег вот до 50 процентов пускай 14 человек здесь у нас будет строить пока наверное мы ничего не будем опять кто-то умер в парке с каруселями человек умер тело допускай детишки смотрят привыкают к суровой жизни так что я делал что я хотел сделать я хотел здесь все построить она сначала у нас будет инфраструктура потом заселение видимо так старшая школа давайте что у нас по старшим школам высшая школа искусств есть давайте ее тоже всунем эти у нее большой охват поэтому давайте всунем вот здесь вот высшую школу искусств а вот здесь вот районную школу черта она не помещается вот это что такое это высшая школа а у нее охват к этим меньше ну и ладно кто захочет тот доедет правильно правильно но и все по школам у нас здесь все понятно высшее образование будут получать в кампусе пока что только юридическое университет доступно мест все прекрасно единственно что может быть какую-нибудь библиотеку им стоит всунуть это у нас что такое искусство современных техно института районная школа публичная библиотека мне кажется она вполне себе нужно прям в центре города вот так вот пускай будет да тут сейчас проблемы с электричеством но ребята когда будет заселение зданий все будет прекрасно далее погнали что нам еще надо по здравоохранению давайте всунем кладбище пускай она будет в парке и кажется это нормально люди любят кладбище и крематорий тоже надо всунуть может быть даже не один давайте вот здесь вот один крематорий будет и вот здесь вот один крематорий будет они себе нормальная идея баня баня нужно в районе к они и будет вот здесь вот такой вот в центре охват у нее будет довольно таки большой депо медицинских вертолетов здесь не надо спортзал спортзал нужен пор за у нас будет в этой части нашего района что еще общественный бассейн бассейн будет с другой стороны будем все честно распределять и что у нас еще есть йога парк йога парк мы тоже сунем вот сюда не знаю почему но хочется да с этим у нас понятно также нам нужна поликлиника до охват у нее не очень большой поэтому наверное мы построим что он построим детская больница центр по уходу за пожилыми тоже пускай кстати будет давайте всунем вот сюда мы больничку надо всунуть она будет охватывать кстати весь район поэтому давайте его вот сюда вот прям на отшибе почему бы и нет куда будет легко добраться из других районов не надо будет стоять в пробках на детскую больницу тоже надо всунуть обязательно вот здесь что она у нас будет если детишки будут болеть тут но ребята извините у вас будет проблемой сюда добраться что-то мне кажется поликлиника здесь тоже не помешает давайте две маленьких поликлиники всунем поликлиника такая поликлиника такая вот две разных судим 1 сюда 1 сюда здание простите с этим все понятно далее по поводу пожарных и катастроф да нужно нам пожарное депо я думаю мы его сунем прямо в начале города вот здесь точнее пожарная станция большая есть еще другого варианта но она не похожа на пожарную станцию как это прям совсем маленькая далее по поводу наших катастроф во-первых сюда и отсюда доходит радио мачта но наверное мы сунем вот здесь вот по центру этого круга сунем еще одну маленькую пускай стоит она мешать тут не будет люди будут более счастливы да также нужны убежища большие а тут у нас односторонние дороги кстати везде могут возникнуть проблемы но мы всунем по одному убежищу в два района вот так вот и вот так вот пускай развлекаются все остальное нам здесь не надо с пожарными мы разобрались теперь с полицией полицейский участок главное управление полицией я думаю что она нам нужно одной пускай тоже на въезде стоит бы все боялись доступно вместо тюрьмах короче тюрьма нам не нужно полицейские вертолеты нам тоже не нужны с этим все понятно но ей общественный транспорт конечно же нужен общественный транспорт во нужна станция метро станцию метро всунем прямо вот здесь вот в центре района пускай стоит и нужно ее соединить соединить с нашей прошлой веткой как-то вот так вот она будет идти и вот так вот она будет закругляться блин некрасиво получилось но пофигу впадло реально делать красоту с метро которое мы потом видеть не будем соответственно маршрут надо продлить видимо его никак не продлишь нужно строить новый или можно редактировать маршрут метро линия метро это понятно работает круглосуточно цвет это понятно все с этим понятно короче он не редактируется значит моего сносим просто на хрен и строим новый маршрут по моему все вполне логично едем значит из нового района останавливаемся у васи останавливаемся у румына останавливаемся в промышленном районе останавливаемся у дениски едем к вокзалу к другому дениски а потом едем соответственно обратно через все вот эти вот остановочки вот такой закольцованы у нас маршрутик день да разумеется так у нас с водой проблемы серьезно и надо нам с водой до доступность водопровода у нас упала ладно сунем еще одну водокачку соединяем ее дым доступность водопровода у нас выросла должно хватить водички развлекайтесь хотя тут блин выкачана вся вода он может плохо работать ладно тут есть еще целый пляж тут еще вода более менее чистая вот с этой стороны можно эти водокачки ставить так что пускай пускай пока так так тут у нас небольшие пробки образуются но это из-за того что у нас заселение района идет они все пытаются попасть в наш новый район нужно сюда какая-то объездная дорога скорее всего можно по пляжу пустить в объезд а здесь запретить транзит транспорта с этим чуть попозже друзья да у меня совсем чуть попозже мы с общественным транспортом просто еще не завершили развлекаться нам соответственно нужны автобусы которые будут ездить к метро и здесь друзья будет два маршрута один поэтому района один по другому ответ начнем мы его вот отсюда едем мы вот сюда потом проезжаем вот здесь останавливаемся вот здесь проезжаем вот здесь вот так вот останавливаемся вот так вот черт как то нелогично едешь конечно но твое право соответственно потом мы едем обратно вот через вот этот вот район как-то вот так вот что-то я не понимаю в этой схеме наверное ладно будет вот такое вот интересное кольцо вот сюда вот и вот так вот короче маршрутом это все обвязано да он кривой до неудобный но что поделать не мы такие жить такая соответственно с другой стороны делаем то же самое едем вот сюда едем вот сюда едем вот сюда потом выезжаем и давайте вот сюда вот так вот выезжаем потом вот сюда и тоже напротив метро останавливаемся потом проезжаем через кольцо едем мы вот сюда потом поворачиваем вот сюда потом поворачиваем вот сюда и завершаем этот маршрут как-то так вроде как короче всем до остановки будет добраться нормально разберутся так потребности в жилье у нас пока что нету с мусором здесь проблемы можно в принципе им и свалки поставить вот сюда куда-то не свалки вот эти вот заводики даже лесодобывающая промышленность все равно потом будет засорять природу правильно шум шум да вот загрязнение и а загрязнение 0 грязнение 0 шум рабочих меня загрязнение 30 загрязнение все равно у нас будет потом когда вы могу будем производить поэтому можно поставить утилизационный завод какой-нибудь или И вот это вот что такое? Комплект по переработке отходов. Эти грузовики не забирают мусора из зданий. Нам надо в первую очередь, чтобы они забирали мусор у зданий. Ладно, поставим утилизационный завод. Вот сюда. Три. Три сразу ставим. Вот так вот. Вот так вот мощно. Пускай развлекаются. Так, ну и что? Можно тогда заселять среднюю часть, чтобы дать всем электричество? Вообще, давайте мы знаете, что сделаем. Мы ее сразу вот так вот все заселим. Нахрен. Да, тут она кривой пойдет. Увы. Ну ничего, мы это переживем. Сейчас заселим. Пускай проводится электричество. Оно все постепенно будет заселяться. Будет появляться потребность в жилье. Сразу же будет все застраиваться. Давайте все клеточки. Все застраивайте. Абсолютно все. Во. Нормалды. Нормальный район будет. В следующий раз, друзья, мы будем развлекаться с парком. С парком Филимошкина. Только я не помню, какой парк туда собирались ставить. Потому что я давненько уже не играл в сити скайлайнс. И не помню, какие у меня мысли были. Но, скорее всего. Опаньки. А что за учебный год? Научные труды. Еще один. Еще один студент. Парящие дороги. Воздух под дорогами снижает силу трения. Понятно? Какой-то херней они занимаются. Две вечеринки в простынке. Празднование вышло на улице за пределами кампуса. Но, к счастью, отдыхающие почти ничего не испортили. В этом году вечеринка в простынках почти побила мировой рекорд. По количеству гостей в кампусе. Это все очень интересно. Но нам надо тогда еще один труд. Слушайте, давайте мы еще. Грин, 17 тысяч это наверное в неделю. Да, мы в минус идем. Надо сокращать преподавательский состав. До 10. Давайте еще, а какое-нибудь открытие дадим еще один грант. Развлекайтесь. Главное, что мы вышли в плюс. Потому что, несмотря на то, что у нас много денег, бюджет все равно не резиновый. А вот тут все застраивается потихонечку. Теперь тут есть электричество и это прекрасно. Да, не везде оно есть. Но можно ребятам дать немножко магазинчиков. Вот здесь вот. И они подведут электричество к нашей пожарке. Так вот. Вот здесь вот. Так вот, да. Соответственно, здесь у нас пожарка и полицейские. Появилось электричество. А вот что сюда привезти, я, честно говоря, без понятия. У тебя довольно милая развязочка. И самое главное, она работает. Это прекрасно. Но здесь пока еще нету большого трафика. Все может измениться. Вопрос, от чего подвезти электричество вот сюда. Можно тупо линии электропередач провести, я понимаю. Но не хочется. Хочется что-нибудь всунуть. Универмаг. О, я хочу себе такую штуку. Черт, какая ты здоровая. Я не хочу себе такую штуку сейчас. Вообще, тут, кстати, много достопримечательностей, всяких символов, изобилия. И вот камень какой-то, памятник камню. Шумное место, кстати. Ладно, не хочу я такой камень. Электричество, электричество. Можно вокруг круга, кстати, тоже магазинчики какие-нибудь поставить. Или офисы. И с большой вероятностью у нас что-нибудь подцепится сюда. Из электричества. Но пробки, не хочу пробки. Короче, ладно. Разберемся с этим в следующий раз. Друзья, на этом, наверное, серию закончу. О, мы тем самым получаем ачивку. Огромный город. Линия движения вертолетов. Плавучие кафе. Атомная электростанция. Грузовой узел. Очистная тепловая электростанция. Океаническая, емое очистная. Вертолетная площадка, вертолеты. Чисто на вертолетах общественный транспорт. Это, по-моему, диковато немного. Ладно. В общем-то, поразвлекаемся в следующий раз вот с этим парком. Может быть у нас вот тут что-то прокачать. Работников 105 и 106. Работников хватает, но надо что-то тоже сунуть. Ладно. Посмотрим. Всем, друзья, огромное спасибо за просмотр. Не забывайте про комментарии и лайкусики. В общем-то, если вы еще не подписаны на канал, то подписывайтесь. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем всего доброго. Пока-пока.